Я только собрался оплатить подписку за Grog, так он стал бесплатным. Больше всего меня интересовала третья версия Grog и его функция Fing, думать, размышлять, и функция DeepSearch. Давайте посмотрим, как он работает. Значит, давайте разбираться, что такое Grog. Смотрите, во-первых, интерфейс. По интерфейсу здесь, в принципе, ничего сложного нет. Они стандартные, как и у ChatGPT, как у Клода, как и у любого другого искусственного интеллекта. Здесь мы вводим запрос, можем приложить файл, можем включить функцию расширенного поиска и анализа. Плюс здесь есть возможность включить модель рассуждения, то есть модель, которая позволяет думать. Grog 3 позволяет генерировать изображение, создавать изображение, работа с кодом, мозговые штурмы. Здесь, в принципе, все стандартные версии. Я, на самом деле, пробовал Grog около недели назад. Я решил все же зарегистрироваться на этой площадке. Зарегистрировался без каких-либо проблем на русский Gmail почту. И каких-то сложностей с регистрацией я не увидел. Историю запросов. Я задавал всего сейчас один запрос. Я посмотрел, реально ли функция DeepSearch предоставляется бесплатно. Да, она предоставляется реально. Меня это удивило. Поэтому я уже хотел оплачивать, соответственно, подписку, но решил ее пока не делать для того, чтобы посмотреть, сколько у нас будет запросов. Поэтому все запросы, которые я буду использовать, они находятся в моем Telegram чате. То есть все промты, которые я использую в этом своем видео, либо в других своих видео, я все беру с нашего Telegram канала. Ссылка на канал находится под этим видео. Обязательно переходите и вступайте. Здесь собрана база из больше чем 10 тысяч различных промтов. И неважно, какой искусственный интеллект, либо какую нейросеть вы используете. Чат GPT, GroK, Clot, Perplexity. Что хотите, используйте. Здесь собрана база из видеоуроков. База из промтов на русском, английском языке. База из промтов для изображений. База шаблонов, мейк для различных автоматизаций. Потому что основная идея использования GroK, например, у меня состояла в том, что эта площадка, эта нейросеть, она работает на базе твиттера. И, соответственно, чтобы быстрее вытаскивать какие-то крутые твиты по моей теме, например, их размещать, редактировать, создавать автоматизацию, чтобы они автоматически переходили в threads, размещались там. Это основная идея использования GroK. То есть каждую нейросеть я рассматриваю под своим углом для того, чтобы создавать контент с ее помощью. И GroK у меня был рассчитан именно на создание быстрого контента для, например, threads, который сейчас очень популярен и очень актуален. Контент для того, чтобы брать в threads, актуальный контент, необходимо, соответственно, делать в соцсети твиттера, либо X, как она сейчас называется, делать анализ контента. Сейчас мы будем выстраивать всю эту автоматизацию как раз через GroK. Поэтому там есть большое количество материалов. Переходите, ссылка на канал находится под этим видео. Значит, по интерфейсу. Значит, здесь стандартный интерфейс. Мы давайте настроим его под себя, потому что я еще не сильно заморачивался. Запросы. Я задавал запрос для того, чтобы потестировать, да, как работает GroK. Тестировать, бесплатная версия работает ли. Потому что я говорю еще раз, я был готов уже оплачивать подписку. Потому что GroK я буду использовать в своей работе. У меня есть на него планы. Значит, если говорить о феномене GroK, да, почему о нем сейчас все говорят. Во-первых, GroK принадлежит компании X и Илона Маска. Он сильно интегрирован именно с компанией X, с Твиттером. И GroK это феномен среди искусственных интеллектов. Смотрите. Центр обработки данных для обучения искусственного интеллекта, в данном случае это был GroK, построили всего за 214 дней. Это в 3-4 раза быстрее, чем стандартные строки строительства Центра обработки данных. Соответственно, общая мощность достигает нам какие-то вот эти вот технические параметры. Я, честно, в этом не сильно разбираюсь. Поэтому я не буду на этом уделять внимания. И мне больше полезнее, как, соответственно, эта площадка будет работать для именно решения моих задач. А какие-то вот эти вот цифры, которые здесь указаны, они мне, честно, не сильно интересны. Мне главное, чтобы нейросеть не тупила, выполняла то, что мне необходимо. И была возможность подключения по API с различными сервисами. Например, через сервис Make. Такая возможность у GroK есть. Значит, был тест, где, соответственно, Грок выиграл в соревнованиях по математике у чат GPT-4О в слепых чат-ботах. Так, ну, в общем, DeepSearch позволяет поиск в архивах X интересные посты. Мы это, кстати, тоже сейчас с вами посмотрим. Хорошо. Значит, давайте уже перейдем непосредственно к практике, из теории, из технических характеристик. Нам, в принципе, достаточно этого. Значит, смотрите, в первую очередь у меня просто чешутся руки для того, чтобы провести анализ DeepSearch. То есть, новые функции GroK. Давайте ее запустим. И смотрите, как он размышляет. То есть, мы с вами недавно, я вам показывал, как работает функция DeepSearch в Perplexity. Там были тоже размышления. Весь процесс размышления занимал порядка двух, может быть, трех-четырех минут. Сейчас посмотрим, сколько этот процесс размышлений будет происходить в GroK. Значит, смотрите, он отсчитывает количество секунд, которые он размышляет. Здесь идет размышление. Здесь идет... Он показывает, откуда он берет информацию. То есть, откуда он ищет информацию. Здесь показано количество страниц, которые он обработал. То есть, веб-страниц, веб-ссылок, которые он, соответственно, обработал. Мы можем все это развернуть. Мы можем сделать более компактно в таком виде. И, соответственно, здесь мы можем посмотреть, как он размышляет. Как он мысляет. Размышляет он на английском языке. Весь процесс размышления. Соответственно, он показан здесь. Плюс ссылки, на которые он ссылается. Ну, блин, круто, да? То есть, DeepSearch работает. Смотрите, процесс занял уже минуту 20. Мы можем мысли отключить. И, в принципе, да, наверное, здесь все. То есть, стандартный поиск информации. Из источников он взял 18 пока страниц. Давайте посмотрим в конце, сколько он, соответственно, возьмет источников. Определяет ключевые инновации. Но пока мне все нравится. Да, вот процесс занял уже 2 минуты. Хотя, а, все. Минута 46 секунд. Это, наверное, новый рекорд. И смотрите, да, как... Если мы использовали, когда в Perplexity функцию DeepSearch, мы видели, что там существуют какие-то ограничения на количество контента. Если в чат GPT мы можем сделать 500-страничный доклад без проблем, то в Perplexity с этим была проблема. Здесь же тоже небольшой ответ. Я не знаю, с чем это связано. С тарифом или с тем отчетом, которого он, соответственно, нам предоставил. Искусственный интеллект для персонализации и автоматизации. Короткие видеоролики, такие как TikTok и Instagram Reels. Значит, какой вопрос мы ему задавали? Какие нововведения в сфере диджитал маркетинга будут определять тренды в 2025 году? Проведи глубокий анализ, представь результаты. Обзор ключевых инноваций, подробный анализ, подробный отчет, цифровой маркетинг и значительные изменения. Основные инновационные тренды и машинное обучение. Дополнительные тренды и инновации. Оптимизация поиска по голосу. R, V, R. Но с этим я бы... Ну, не знаю. Таблицы ключевых метрик. Видеомаркетинг, машинное обучение. ВРМ, маркетинг, влияние, SEO, опыт клиента, неожиданный коллаборанс, баланс и аутентичность. 71% маркетологов видят вызови обеспечить контекстное использование искусственного интеллекта. Методология исследования, то есть анализ проводился на основе веб-поиска и просмотра страниц, включая источники такие как... То есть он показал, откуда он брал, и заключение, соответственно, такое небольшое выдал. Ну, есть, конечно, вопросы. Я не знаю, с чем это связано, то ли с тем запросом, который я ему отправил. Но я уже тестировал Грок, и он тоже там также получил небольшой, соответственно, ответ. В отличие от того же ChagPT, который нам сначала выдает кучу вопросов для того, чтобы мы на них ответили, для того, чтобы он ввести его в контекст дело, для того, чтобы он понимал, что мы от него хотим. И только после он, соответственно, нам выдает ответ. Значит, что мы можем сделать? Мы можем скопировать ссылку и открыть новый чат. Выгрузки в PDF, как я понимаю... А, нет, здесь можем переделать, можем скопировать, можем отправить линк, и все. То есть выгрузки в PDF пока в Гроке нет, в отличие от ChagPT. В отличие от Perplexity того же. Хорошо, давайте посмотрим следующий вопрос. Функцию думать, посмотрим, как она работает в Грок. Я предлагаю задать ему следующий вопрос, чтобы он подумал. Предложи мне несколько креативных способов применения Грок 3 для улучшения контента в социальных сетях для малого бизнеса. Давайте посмотрим, как работает функция думать. Здесь уже он тут же берет веб-страницы. И смотрите, размышления происходят немножко иначе. Процесс тоже размышления показывает, сколько секунд заняло. И за 13 секунд он нам подсказал, как можно использовать Грок 3 для улучшения контента в социальных сетях. Значит, 14 секунд. Посмотреть на детали можно, то есть как он думал, сколько веб-страниц взял для того, чтобы дать нам ответ, который нам необходим. Хорошо, генерация привлекательных постов, анализ трендов и предложения идей контента, оптимизация графика публикации, автоматизация ответов на запросы, создание персонализации контента. Ну, слушайте, я бы не сказал, что он нам что-то дал такое прям супер вау. Но стандартный, наверное, ответ от ChatGPT, от Remini High, который я сейчас активно использую именно для функции размышлений, для функции думать. В принципе, справился с задачей, но без каких-либо вау. Да, здесь можно отметить его скорость. То есть скорость ответа и скорость обработки нашего запроса, ну, она, конечно, поражает. В следующем, значит, я хочу потестить его основную задачу, которую я собираюсь использовать. Найди мне 10 популярных твитов в социальной сети X по ГРОК за последнюю неделю. И смотрите, он нам выдает список, я проанализирую доступные данные посты в социальной сети X за последнюю неделю с 13 по 20 февраля, правильно, относительно ГРОК 3. Поскольку у меня нет полного доступа к статистике популярности, например, лайкам, ретвитам в реальном времени, я выбрал 10 постов, которые принадлежат официальным источникам. Например, XAI. Либо отражает значимое. Значит, XAI был пост, ссылку на пост он не дает, хотя вот он здесь разместил, что ссылка должна быть. Значит, XAI, еще какие-то источники, критические отзывы, которые могут вызвать обсуждение пользователя. Хорошо. Теория Мбелла. Значит, Deep Research. Google не смог засчитывать на секунды посты из официального аккаунта, пользовательские посты 9 из 10 основаны на типичных реакциях. Все даты соответствуют последней неделе с акцентом на 19 февраля, когда активность вокруг ГРОК, вероятно, достигла пика после презентации 17-18 февраля. Если вам нужно более точное ранжирование по лайкам и ретвитам, я могу предложить доступный инструмент анализа X напрямую, так как моя текущая информация ограничена доступными данными. Интересно, да? Хотя вот, смотрите, 5 постов. Вот, вот. Он нам показывает все же ссылки на те посты, которые он здесь увидел. Вот, нужно было просто нажать на эти 5 постов, и мы тут же переходим в X. Надо было, наверное, как-то синхронизировать аккаунты X и ГРОК. Я этого не сделал, но потом поковыряюсь, посмотрю, где это может сделать. Но, тем не менее, да, вот он нам дал ссылку на эти посты. Мы можем перевести эти посты. Не удается загрузить перевод, но, скорее всего, у меня просто не тот VPN сейчас включен. Хорошо, но, по крайней мере, да, вот он может это делать, ту задачу решать, которая, соответственно, мне нужна. Давайте попробуем еще несколько вопросов задать, для того, чтобы посмотреть его лимиты. Какие у него есть лимиты на бесплатном тарифе. Чтобы сэкономить наше с вами время, значит, я задал ему еще два вопроса. И вот это уже третий. И он все еще не отключается. Я не знаю, в чем дело. Но я, наверное, не буду затягивать это видео. В принципе, игрок доступен, с VPN работает, на русскоязычную почту подключается. Единственное, нужно его синхронизировать, скорее всего, с Твиттером, для того, чтобы он давал более качественные ответы. И, может быть, там какие-то откроются дополнительные функции. Я не знаю. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Обязательно подпишитесь на мой канал, Телеграм-канал, Ютуб-канал. Ссылки все находятся под этим видео. Скачайте базу промптов, используйте ее. С вами был Горезуевич. Пока.